Православные христиане празднуют Крещение Господне в округе. В этом году были оборудованы три иордани. Как прошли крещенские купания на Наташинских прудах, расскажет Богдан Колесников. Привычные крещенские морозы в этом году отступили, и желающих окунуться в ледяную прорубь оказалось много. На Наташинских прудах люберчане стали собираться за несколько часов до начала. Купающиеся, окунающиеся люди соприкасаются с великой благодатью, с крещенской водой. А самое главное, нужно помнить о том, что не внешние признаки, не соблюдение таких традиций, как купание в крещение, делает нас христианином и идентифицирует нас как христиан. А по словам Иоанна Крестителя, дела покаяния. Дела покаяния и само покаяние. Люберчане поздравляли в этот день друг друга со светлым праздником. Присоединились ко всем словам и представители власти. Чтобы мы все становились чуточку добрее, чтобы это добро распространялось на наших близких, на наших родных, и, конечно же, на территории нашего городского угроза. С праздником, здоровья, благодати Божией и всем нам мира. Перед началом крещенских купаний Иерей Михаил Борисов совершил чин великого освящения воды. Одним из главных символов праздника считается белый голубь. После того, как Иисус Христос принял крещение, на него с неба спустился Святой Дух в виде голубя и сел ему на плечо. Здесь, на Наташинских прудах, ежегодно в этот день собираются сотни люберчан. Верующие по традиции окунаются в купель, вспоминая, что в этот день, много веков назад, в реке Иордан крестился Иисус Христос. Десятки людей, молодых и пожилых, окунаются в освященную воду с верой в ее укрепляющее и исцеляющее действие. Отличные просто. Сейчас согреюсь, все. Бодрость испытываю. Отлично. С праздничком всех. Рядом с местами крещенских купаний установлены теплые раздевалки. Всех угощали горячим чаем со сладостями. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.